Саут Гентон Нейтан Редмонд Номер 23 Пьер Эмиль Хойберг Десятый номер Чарльз Уклода Пюэля Главного тренера Саут Гентона Об этом еще скажем Лорис Кариус Номер 1 В воротах Ливерпуля Натанель Клайн Номер 2 Жоэль Матип Номер 32 Дэйн Ловран 6 Джеймс Милнер 7 Джордан Хендерсон Номер 14 Жоржиньо Вейналдум 5 Эмре Джан 23 Филиппо Каутиньо Десятый Роберто Фермино 11 И Садио Мане Номер 19 Ну и естественно Много здесь игроков Которые так или иначе Связаны с Сегодня он травмирован Но сейчас Он один из лидеров Ливерпуля Ну а что касается Саут Гентона То Здесь Сапьян Буфо Ну и Каутиньо Чего появление Стартовом составе Честно говоря Не ожидалось Поскольку только в среду Каутиньо играл Против Перу За Бразилию В отборочном матче И ему потом Приписывали травму Но вот Стачков После 11 встреч Ну и Больше всех Забитых мячей Вообще Что касается Результативности То с момента Прихода Юргена Клопа В октябре 15-го года Ливерпуль забивает Больше всех В английском футболе Действительно Крайний защитник Который подключился Чтобы вот так вот Приложиться к мячу Это по сути Первый Это удар Издали Намного мимо Такая простенькая Комбинация Но и удар 2001 год Монако Джан с мячом Заброс Это по-моему Оффсайт Или нет Фейнадум Клатенбург Так чтобы Да и все Хотя Если посмотреть Неожиданных решений С таким переводом Наклайна Классно вложили в ногу Передача в центр Кто пробьет Фейнадум Удар Вот это Форстер Вытаскивает мяч Ну и Классный перевод На правой фланге Передача в центр Это уже серьезная Комбинация Когда мяч Прошел так Как хотел Ну потащил Так потащил Какие еще вопросы Каутинь Вот отсюда Он бил Поворотом И снова бьет Это сложно Могло быть Если бы мяч Чуть ударил Правые ворота На Сент-Мерис Когда он встряхнул Дождевую воду Фермино Амане Движется параллельным курсом Получает мяч В центр Передача Но тут не успеет Каутинь Ван Дейк Меняет направление Риналдом Здорово Мане Выход 1 на 1 Надо забивать Не так-то просто Ван Дейк Где? Где? Классная нога Один замахивается А другой выставляет Кто быстрее? Быстрее Эпизодик Который все решил В пользу Ливерпуля Вот тут все нормально Да? Вот тут прокинул Вот тут надо было Что-то наверное Похитрее выдумывать Центральных защитников Милнер и Клайн По флагам играют Падение Фермино И тут же жест Красноречивый Конечно Вставай-вставай Ничего Женьки там не было Играем А нет Смотрите Вот на этом повторе Ван Дейк Небольшими силами Сегодня Саут Генту Набороняется На передачу проходит Мане Мане обрывается Страхную Под левой ногой Мяч В ближний угол удара Кажется все-таки мяч Вывалился чуть-чуть Зайкрыл Всякий обзор Потом открыл Оп А Все Все вроде как по-честному Ну возможно так и было Раскладывал на молекулу На втором тайме Как раз Ливерпуль А вот это момент Еще Каутини Он надо наводить вперед Как же так Вот что значит Долгие перелеты Не случайность Выход Мане Выход Каутини Очень резких Техничных игроков И они дают Себя догонять И они дают Вот так вот Накрывать Свои удары Что с Мане В том случае Ван Дейк Что с Фонта Сейчас Надо играть Как нельзя Оставлять свободу Как лучше Отдать мяч Ливерпулю Но Уплотнить Вот здесь Игру А удары Что это было Что это Головой Сейчас Центральный защитник Нет Он не дотянулся До мяча Это Чарли Остин Эпизода угловой подачи Еще один удар Нет Все проскакивают Отворот Клатенбург Еще и руками Для убедительный тип Высоченного роста Умеющий занять позицию Может быть не самый Физически мощный Но Смотрите Как он Сейчас она бежит В атаку Правым флангом Наверх Чарли Остин Удар Не попадает Вот это его момент Вот это Тайгры Редмонд здесь Забрасывает На фланг Суарес Там Остина И Лишний Старый Штрафной Разворачивается В лицевую линию Подача На дальнюю штангу Удар Мимо Надо сделать Ворота Подвигать Увеличить их Уже все Оптический Обман Мяч должен Опускаться В ворота Как вдоль Ворот пробивает Старич Старич и Фермино Куда-то туда Обратно Каутиньо Удар Справой Фермино Еще один удар Вытас В Ливерпуле Тяжело Этот сейчас бьет Через секунду Другой Рикошет